Каждый второй мазок на ковид в регионе положительный. Число обращений к врачу увеличилось с 2 до 6 тысяч в день. Такие данные приводит облздрав. Часы работы красных зон в зависимости от ситуации планируют увеличить. В некоторых медучреждениях региона даже до 10 вечера. В больницах и поликлиниках ограничили оказание амбулаторной помощи. Исключение для тех, кому визит к специалисту жизненно необходим. Облздрав поясняет, мера вынужденная. В соцсетях я знаю, что были на эту тему определенные комментарии, что Владимирская область отличается, выделяется тем, что поликлиническая помощь становится недоступна. Но могу сказать, что по ЦФО мы не первые, кто перешли на этот режим. В частности, наши соседи по Московской области уже работают давно в таком режиме. Но при этом количество записей к таким специалистам, как кардиолог, невролог, онколог, все это будет сохраняться в прежнем объеме, в прежнем режиме. Для операторов колл-центров разработали памятку с пятью признаками. Как дал понять Артем Осипов, на них будут ориентироваться при общении с пациентом по телефону и решать, что делать при его состоянии. К этим пяти признакам относятся такие, как возраст, температура тела, продолжительность болезни, статус по дыханию и фактор маломобильности. В приоритетном порядке обслуживаются пациенты моложе 15 лет и старше 65 лет. А вот сколько жителей региона подхватили новый заразный штамм омикрон, на еженедельном брифинге не рассказали. Хотя наш канал передавал такой вопрос организаторам. Интерес не праздный, потому что непонятно, как быстро омикрон распространяется в регионе. Ранее в Рио губернатор сообщал, что Владимирская область на своей территории самостоятельно выявить новый штамм не в состоянии. К сожалению, лаборатории наши пока не могут выявлять этот штамм среди всех тестов, которые берется на ковид. Приходится отправлять материалы проб в Санкт-Петербург. Количество заболеваний растет. И через какое-то время и у нас появится лабораторное оборудование, которое определяет штамм омикрон. Все образовательные учреждения региона пока переводить на дистант не планируют, как и массово смещать сроки каникул. Однако все будет зависеть от эпид-ситуации в муниципалитетах. Об этом на еженедельном коронавирусном брифинге заявила ИО-директор Департамента образования Светлана Болтунова. Из 365 школ региона полностью на дистанте 12. Во Владимире это 13, 25, 6 и 36 школы. Напомним, сейчас, если хотя бы у одного ребенка диагностируют ковид, весь класс переводят на дистанционное обучение. Такие рекомендации вслед за Роспотребнадзором дает Департамент образования. Некоторые учатся в смешанном формате. 122 образовательные организации работают в формате точечном, как мы его называем. То есть там выходят на применение этих технологий дистанционных отдельные классы. И они работают в смешанном формате. Из детских садов области их у нас 473, на карантине 5. В 35 закрыты отдельные группы. В Департаменте образования напомнили, что санитарные меры важно соблюдать всем людям. И не надо приводить на занятия детей с признаками ОРВИ. 10 стационарных соцучреждений региона вместе с персоналом тоже перешли на закрытый режим. Детские соцучреждения пока работают в обычном режиме. Маргарита Махрова, 6 канал.